И начнем выпуск с главной темы дня трагедии в Асиновском районе, где сегодня при пожаре погибло 11 человек. Это сотрудники предприятия по переработке древесины, одна гражданка России, 10 граждан Узбекистана. Следователи в течение всего дня разбираются в обстоятельствах трагедии в фирме Greenwood, где работали погибшие, прошли обыски. Следователи изъяли документы, однако пообщаться с руководством предприятия сыщикам оказалось не так просто. Все подробности у Артема Вякова. Так сейчас выглядит здание, пострадавшее от огня. От стены потолка практически ничего не осталось. Вокруг несколько машин оперативных служб. Уже более 8 часов идут осмотр места происшествия. Пожар в поселке Причулымском Асиновского района произошел сегодня ночью. Когда сотрудники МЧС приехали на место, площадь пожара уже была 208 квадратных метров. В здании в этот момент, по предварительным данным, находилось более 12 человек. Двое смогли выбраться из огня самостоятельно, медики оказали им помощь. Уже во время разбора завалов спасатели обнаружили тела 11 человек. Предположительно, все иностранцы работали на местной пилораме. Ночевали здесь, обустроив себе спальные места. А в эту ночь выбраться из огня не смогли, так как были решетки на окнах. На место приехал и глава региона. Он лично возглавил оперативный штаб и поручил правоохранительным органам детально разобраться в ЧП. Я, конечно, выражаю соболезнен сегодня и в узбекской диаспоре, потому что из 11 погибших 10 человек это граждане Узбекистана и один человек гражданин России. Мы уже подключили консульство Узбекистана, подключаем диаспору. Я дал поручение руководителя своего международного департамента с тем, чтобы достойно перевести их на родину. Следователи уже наведались в местный отдел миграционной службы для того, чтобы проверить, как ее сотрудники могли прописать иностранцев в помещение, непригодным для проживания. Нагрянули сыщики и в главный офис компании, где трудились погибшие. При этом руководство лесоперерабатывающего предприятия решило со следователями не общаться и просто скрылось с рабочего места. Сейчас госпожу Сунь Аньи ищут оперативники, а следователи уже возбудили уголовное дело. По делу проводятся допросы свидетелей, назначены 11 судебно-медицинских экспертиз, 11 генотипических экспертиз для опознания погибших. Также назначена пожаротехническая экспертиза для определения причин возгорания. К делу подключилась и прокуратура. После ЧП она проверит все лесоперерабатывающие предприятия региона, особенно те, где иностранцы не только трудятся, но и живут. Сейчас следователи намерены назначить целый ряд экспертиз и только после этого ответить на главные вопросы. Что стало причиной ЧП и главное, кто виноват в гибели 11 человек? Артем Вяков, Андрей Никифоров, Вести, Томск. И добавлю, что узбекская диаспора в Томске намерена перевести тела погибших при пожаре в Асиновском районе в Узбекистан, сообщает РИА Томса. Ссылка на главу диаспоры Самотулу Рузиева. Сейчас порядок отправки решается с посольством. Вероятно, это будет происходить поэтапно. Их семьям, возможно, помогут материально, сообщает агентство.